Мир объектов. Объект – это новое слово, смысл которого нам следует понять. Не случайно люди придумывают новые слова. Рассказывая о неживом предмете или живом существе, человек либо использует уже известные ему слова, либо придумывает новое слово, чтобы обозначить то, о чём он рассказывает. Люди придумывают обобщающие слова, чтобы назвать разные предметы одним словом. Например, одним и тем же словом «инструмент» люди называют совершенно разные предметы. Инструмент – это и лопаты, и молоток, и пила, и дрель. Инструментом называют скрипку и рояль. Инструментами для наблюдения можно назвать микроскоп, бинокль, телескоп. Есть измерительные инструменты – линейка, транспортир и другие. Слово «объект» тоже обобщающее. О том, что оно обозначает, мы узнаем из этой главы. Мы также научимся правильно называть объекты, давать им характеристику, то есть описывать, анализировать и сравнивать объекты между собой. Объект – его имя и свойства. Цель – понять, что обозначает слово «объект». Какова роль имени объекта и что такое свойства объекта. Научиться давать имена объектам, используя термины информатики, и называть свойства объекта. Понять. Нас окружают разные предметы, явления, живые существа. Стол, компьютер, портфель, книга, собака, дождь и многие другие. Есть предметы, которые можно осмотреть, потрогать, понюхать, послушать, звуки, какие они издают, или даже попробовать на вкус. Есть предметы-явления, которые потрогать и попробовать на вкус нельзя или опасно. Это, например, солнце, звезды, облака или молния. Больше двух тысяч лет назад в Древней Греции придумали слово «объект», которым стали называть и предметы, и явления, и живые существа. То есть объектом стали называть то, о чем рассуждали в данный момент. Объект – это общее название любого предмета, живого существа, явления, процесса, события, если мы обратили на него внимание. Рассмотри таблицу. Рисунок. Возможно, объекты нашего внимания. Рисунок в целом. Мальчик, бросающий монету. Летящая монета. Мальчик. Кепка на голове у мальчика. Линия, траектория движения монеты. Объектом можно назвать рисунок в целом. Если мы обратили на него внимание, можно на рисунке обратить внимание на мальчика. Тогда его можно назвать объектом нашего внимания. Если переключить внимание на летящую монету, то объектом внимания будет монета. Объектом можно назвать линию ее движения. Чтобы говорить об объектах, их необходимо назвать. Название объекта – это его имя. Имя объекта служит для получения, хранения, передачи, обработки информации о том, что мы видим, слышим и понимаем. Имена объектов бывают общими, конкретными и собственными. Например, слово «собака» – это общее имя для всех собак. Собака, которая живет в нашем дворе – это имя конкретной собаки, ее конкретное имя. Кроме того, каждая собака имеет свое собственное имя. Шарик, Король, Бобик, Доли. Разные собаки могут иметь одно имя, например, Бобик. Но собака Бобик породы Эспаниель, которая живет у Маши на Цветочной улице в доме номер 12, наверняка одна. Чтобы обозначить конкретный объект, надо назвать его общие конкретные собственные имена. Объект мы называем, чтобы можно было описать его свойства. К свойствам объекта относят его размер, форму, цвет, назначение, элементный состав, отношения с другими объектами. Свойства могут носить качественный и количественный характер. Свойства, которые носят качественный характер, обозначают словами – красивый, приятный, большой, низкий, вкусный, старый, красный и т.д. Если свойства можно выразить в виде числовых данных, то такие свойства имеют количественный характер. Например, высота – 20 метров, ширина – 3 сантиметра, рост – 1,86 сантиметров, вес – 150 килограмм, имеет пять углов, состоит из трех частей, выполняет 10 функций. Рассмотрим таблицу. Рисунок объекта и его имена. Человек, ребенок, мальчик, Петя. Свойства качественного характера – маленький, веселый, красивый. Свойства количественного характера – возраст – 1 год, рост – 70 сантиметров, вес – 12 килограмм. Человек, старичок, дедушка Ваня. Старенький, грустный, мудрый, добрый. Возраст – 81 год, рост – метр – 70 сантиметров, вес – 72 килограмма. Животный осел. Мой ослик Сенька. Молодой, сильный, выносливый. Возраст – 1 год, рост – 70 сантиметров, вес – 32 килограмма. Рыба-карась. Красивый и большой. Возраст – 1 год, длина – 20 сантиметров, вес – 600 грамм. Благодаря выделению свойств объектов можно описать, чем они похожи и чем различаются. Так все объекты в таблице похожи тем, что имеют имена возраст, рост и вес. Все эти объекты живые. Различаются их количественные значения и качественные свойства. Свойства могут быть общими для объектов и могут быть отличительными. Общими называют те свойства, которыми обладают все рассматриваемые объекты. Общие свойства позволяют сказать, чем объекты похожи. Отличительные свойства отличают объекты один от другого. Свойства объекта указывают на назначение объекта, например, служить хранилищем жидкости, быть источником или приемником информации. Форма объекта, например, круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный, плоский, шарообразный. Цвет объекта, например, красный, черный, белый, зеленый, серебристый. Размер объекта, например, большой, маленький. Вкус объекта, например, горький, сладкий, кислый, соленый. Материал, из которого сделан объект, например, дерево, глина, металл, пластмасса, стекло. Элементный состав. Элементный состав объекта, например, состоит из страницы обложки. Действия, которые может выполнять объект, например, греть, защищать, вычислять, рисовать, учить и так далее. Свойства объекта указывают на его назначение, размер, форму, цвет, элементный состав, действия. Свойства бывают общие и отличительные. Общие свойства – это свойства, которыми обладают все рассматриваемые объекты, то есть каждый из них. Отличительные свойства – это свойства, которые позволяют отличать объекты один от другого. Свойства бывают существенными и несущественными. Существенным свойством будет считать то свойство объекта, которое является важным в конкретной ситуации. Например, при покупке учебника или книги существенным будет язык, на котором они написаны. Если у человека мало денег, существенным свойством будет цена книги при условии, что она написана на понятном ему языке. Существенным свойством будет считать то свойство объекта, которое является важным для принятия человеком решения. А выполни. План действий. Рассмотри объекты в таблицах. Лиса, медведь, слон, лось. Прочитай текст. Все эти животные живут, дышат, едят. Все они дикие животные, все имеют хвосты. Это их общие свойства. У лисы и медведя лапы и когти, они хищники. У слона и лося ноги, слон и лось травоядные. Лиса тявкает, медведь рычит. У слона бивни и хобот, а у лося рога и копыта, которых нет ни у лисы, ни у медведя. Заполни таблицу общих свойств объектов. Имя объекта, общие свойства всех объектов. Лиса, медведь, слон, лось. Перерисуй схему в рабочую тетрадь и дополни недостающие данные. Запиши отличительные свойства. Лиса, медведь, слон, лось. Создай таблицу и схему о свойствах объектов в текстовом редакторе. Сохрани данные в файле с именем свойств объекта в папке «Мою портфолио». Главное. Объектом можно назвать предмет, живое существо, явление, событие, процесс, то есть то, на что мы обратили внимание. Все объекты имеют имена. Чтобы было удобно обозначать объекты, хранить и передавать информацию о них. Объекты имеют свойства, которые указывают на назначение, форму, цвет, размер действия. Выделение свойств объектов позволяет описать, чем объекты похожи и чем различаются. Свойства могут быть общими и отличительными. Существенным свойством будем считать то свойство объекта, которое является важным для принятия человеком решения. Знать, каким общим словом можно назвать дождь, облако, камень, воду, воздух, солнечные лучи, отражение в воде, когда мы обратили на них внимание. Когда придумали слово «объект», назови имена двух различных объектов. Сравни их, назови общие и отличительные свойства этих объектов. Могут ли два разных объекта иметь одно имя? Назови такие объекты и сравни их свойства. Может ли один объект иметь несколько имен? Назови, опиши свойства такого объекта. Из скольких слов может состоять имя объекта? Приведи пример, на что указывают различные свойства объектов. Уметь. Выполни задание в рабочей тетради номер 2. Выполни на компьютере задание к параграфу из раздела «Уметь компакт-диско». В книге расширь свой кругозор, прочитай на досуге текст «Компьютер как объект внимания».